К передвижным пунктам видеофиксации нарушений ПДД нужно привыкнуть. Из года в год их количество будет только увеличиваться, заявили ньюсмейкеры на пресс-конференции в Интерфаксе. Горожане работы автоматических средств видеофиксации недовольны. Даже обращались в суд, пытаясь доказать неправомерность действия ГИБДД. В жалобе было отказано. Все доводы и домыслы наших водителей о том, что это действие незаконное, не соответствуют сегодняшний момент действительности. Поскольку обработка всей информации, которая поступает к нам с флеш-носителей, с передвижных комплексов видеофиксации, она производится в Центре автоматической фиксации административных правонарушений. Информация там не может быть фальсифицирована или удалена. Полностью исключена коррупционная составляющая. Все факты, приведенные на конференции, говорят только о положительных изменениях на дороге с того момента, как заработали видеофиксаторы. Управление организовало работу стационарных комплексов фото-видеофиксации и передвижных комплексов фото-видеофиксации в количестве 8 стационаров, 8 передвижек. И уже на текущий момент зафиксировано порядка 33 тысяч фактов нарушения, отправлено 33 тысячи постановлений на сумму порядка 10 миллионов рублей. Там, где установлены стационарные пункты, аварийность и вовсе сведена к нулю. К середине года увидеть фиксаторы можно будет не только в городе и в Ивановском районе, но и в Юрьевце, Пестяках и других городах, где часто нарушают скоростной режим. Наступит летний период, мы понимаем прекрасно, что наиболее загруженные у нас будут дороги, которые связаны с выездом у нас к озерам, к рекам и так далее. Соответственно, они будут работать. Если сейчас в субботу и воскресенье не так интенсивное движение, то, соответственно, мы будем это все перемещать, все будем передислоцировать. Мы разрабатываем еженедельный график для работы этих передвижных комплексов. И они, в зависимости от нашего графика, используют его, перемещаются и работают в тех местах, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия. В апреле в Иванове появится еще один способ фиксации нарушений. Технологическая новинка «Паркон» будет фиксировать автомобили, припаркованные не по правилам. Дмитрий Костерин отметил, что у ивановцев есть еще немного времени, чтобы повторить правила парковки. Иначе их ждут большие штрафы. «Паркон» в первую очередь будет работать у крупных торговых центров. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.